Врачи бьют тревогу. Все чаще у молодых людей до 40 лет возникает инсульт, причем особенно у жителей больших городов. Инсульт звучит очень страшно, поэтому я решила разобраться, что же с нами не так, как на развитие инсульта влияет жизнь в большом городе. И оказывается риск инсульта особенно повышен у девушек, которые принимают определенные лекарства, у людей с определенной головной болью. Сейчас узнаю все подробности и выясню, что еще повышает риск развития инсульта у молодых людей и как от него защититься. Поехали. Татьяна Романенко, врач-терапевт высшей категории. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему вот у нас жителей мегаполиса, причем молодых жителей больших городов, повышен риск развития инсульта? С чем это связано? Какие вот факторы риска провоцируют эту страшную сосудистую катастрофу? Одним из факторов риска развития инсульта может являться мигрень. Но вообще существует такое заблуждение, что любая головная боль может привести к инсульту. К счастью, это не так. Существует несколько сотен видов головной боли, но далеко не каждая может привести к инсульту. Вид головной боли, который существенно ухудшает качество жизни людей и приносит большие страдания. Это мигрень. Так вот, есть научные данные о том, что мигрень может спровоцировать особый вид инсульта, так называемый мигренозный инсульт. Но именно мигрень с аурой. Что такое аура? Это тот симптомокомплекс, который предшествует возникновению головной боли. Люди часто жалуются на нарушение зрения в виде каких-то звездочек, искорок перед глазами. Нарушается восприятие предметов. Некоторые даже жалуются на такую обездвиженность во всем теле, а не менее покалывание в конечности. Вот эти все субъективные ощущения полностью проходят при возникновении самого приступа. Если у вас есть мигрень с аурой, это повод обратиться к врачу и обследоваться. Что еще повышает риск развития инсульта у молодых людей в больших городах? Другой фактор риска развития острого нарушения мозгового кровообращения – это загрязненный воздух. И вот этот фактор риска уж как раз характерен для нас, для жителей больших городов. Москва, безусловно, очень зеленый город. Здесь много деревьев, но, к сожалению, и машин здесь много, и предприятий много. Все это, безусловно, загрязняет окружающую среду. Так вот, ученые уже давно пришли к выводу, и это считается неоспоримым фактором риска, что загрязненный воздух в разы повышает риск возникновения инсульта. Конечно, жить в большом городе – это очень интересно, но все-таки нужно стараться для прогулок, для занятий спортом выбирать те места, которые находятся вдали от оживленных магистралей. И, конечно, находить время, чтобы гулять за городом, по паркам, которых много в нашем городе. А могут ли какие-то лекарства, которые принимают молодые люди, там, девушки, тоже спровоцировать риск развития инсульта? Конечно, многие лекарственные препараты могут изменять свертывающую систему крови и влиять на риск возникновения острого нарушения мозгового кровообращения. И вот этот как раз фактор риска, который связан с приемом оральных контрацептивов, гормональных препаратов, конечно же, очень актуален для жительниц больших городов. Потому что по статистике жительницы больших городов употребляют больше гормональных препаратов, чем жительницы сельской местности. Но эстрогены, которые содержатся в оральных контрацептивах, могут изменять свертывающую систему крови. Особенно этот фактор риска актуален для курящих представительниц прекрасного пола. Поэтому если вы курите, если у ваших близких родственников уже случались сосудистые катастрофы, то вам необходимо перед приемом этих лекарственных препаратов обязательно пройти соответствующее обследование. Что же еще провоцирует риск развития инсульта молодых людей? Это что за зверь? Ну, конечно, это уже всем знакомый макет вируса. Вирусные инфекции, такие как грипп, ОРВИ, ковид, очень актуальны для жителей больших городов. И пренебрегать опасностью этих вирусных инфекций ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что любая инфекция может приводить к ухудшению микроциркуляции. Ухудшается микроциркуляция, нарушается свертывающая система крови, нарушается как бы проницаемость сосудистой стенки. Не только вирусные инфекции, но и бактериальные инфекции, ну, такие как банальный кариес, также повышает риск нарушения кровоснабжения. При этом увеличивается проницаемость сосудистой стенки, возникает воспаление в сосудах, и риск тромбообразования возрастает в разы. Поэтому вовремя лечите, санируйте очаги инфекции, больные зубы, уши, горло. А если уж вы заболели, то правильно лечитесь и находитесь дома. Татьяна Юрьевна, спасибо большое за такой интересный рассказ. Теперь мы знаем, что именно провоцирует развитие инсульта у молодых жителей больших городов. И главное, мы знаем, что делать, чтобы от него защититься. Спасибо вам большое. Будьте здоровы, до новых встреч. Любите себя и свой город вскучит. Пока-пока.